На час вперед! Со следующего года регионы России, в том числе Саратовскую область, могут перейти на новое время. Соответствующие поправки в федеральный закон об исчислении времени рассмотрят депутаты Госдумы. Об это и других законодательных инициативах смотрите в обзорном материале нашей программы. Вернуть переход на зимнее и летнее время предложили депутаты Государственной Думы. Напомним, в конце октября 2014 года вся страна перешла на постоянное зимнее время. Но для некоторых регионов России, в том числе и Саратовской области, это оказалось очень неудобным, поскольку уже в 5 часов в межсезонье и зимой на улице темно. Тогда как летом рассвет наступает практически в 3 часа ночи. С просьбой вернуть переход на зимнее и летнее время, чтобы не терять час светлого времени суток, неоднократно обращались и сами субъекты страны. Если законопроект поддержит, то Россия может вновь перейти на летнее время уже в марте 2016 года. Россиян, которые за год ни разу не брали больничный, предлагают поощрять как минимум тремя дополнительными днями оплачиваемого отпуска. Соответствующую инициативу общественники направят на рассмотрение в Министерство труда Российской Федерации. По их мнению, такая мера сможет мотивировать россиян вести здоровый образ жизни. Кроме того, на время болезни сотрудникам полагаются выплаты от работодателя и Федеральной службы страхования, в то время как для здоровых сотрудников никаких бонусов не предусмотрено. Также в документе отмечается, что мера будет направлена и против недобросовестных работников, которые неправомерно оформляют листы нетрудоспособности, чтобы отдохнуть. Штрафовать за экстремальное фото предлагают депутаты Госдумы. Авторы инициативы хотят увеличить штрафы за нарушение пропускного режима на охраняемых объектах. Поводом для создания законопроекта послужило увлечение молодежи экстремальными селфи. В последнее время все большую популярность среди подростков приобретают съемки самих себя в местах, опасных для жизни. В основном это высотные охраняемые объекты. Кроме того, молодые люди обманным путем самовольно проникают на крыши многоэтажных жилых домов, небоскребов и радиовышек. Что зачастую заканчивается трагедией, и с каждым днем число таких происшествий увеличивается. Сейчас взыскание за нарушение пропускного режима составляет от 300 до 500 рублей. По мнению авторов инициативы, сумма штрафа должна составлять от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц до 100 тысяч рублей.